Что же произошло в Дербенте? Напомню, в процессе раздачи горожанам благотворительной помощи от сенатора Сулеймана Керимова случилось столпотворение, чуть было не переросшее в давку. Видео с места событий тут же разошлось по различным соцсетям, и многие не упустили возможность на этом спекулировать. Так какова же была картина на самом деле? С очевидцами событий встретился наш корреспондент Абдулла Алиев. Бери, пока дают. Именно этот принцип сработал во время акции Сулеймана Керимова по раздаче продуктов в Дербенте. На этот раз благотворительное мероприятие вызвало огромный ажиотаж. Мысль получить заветный пакет с продуктами в этот день подсигнула многих горожан прийти к жума мечетям Дербента. Людей скапливалось все больше и больше, что неминуемо привело к возникновению давки. Если говорить в частности о нашем фонде, то проводя большие масштабные мероприятия по распределению помощи, мы всегда придерживаемся системы адресной доставки. И практика показывает, что подобные мероприятия нужно проводить именно так. В данном случае организатор желал распределить продуктовую помощь именно у мечети после пятничного намаза и не ожидал, что будет большое количество людей, так как недели ранее подобное мероприятие в Каспийске прошло успешно. Но широкое распространение информации в социальных сетях привело к тому, что собралась большая толпа, сдерживать которую не могли ни волонтеры, в числе которых были и волонтеры фонда «Инсан», и представители правопорядка. Поэтому хочется призвать наш тагестанский народ, чтобы в подобных ситуациях они относились более терпеливее, более уважительнее друг к другу. Незамедлительная информация о произошедшем распространилась в соцсетях и в СМИ. Новость именно о давке, а не о благотворительной акции стала интересна даже многим авторитетным изданиям. Начали, что называется, ловить хайп. Говорили о пострадавших, среди которых упоминались даже дети. Но, как выяснилось, поступивших в больницу с места проведения акции не было. Я заведующий приемного отделения, мониторирую всех поступивших больных. За время проведения акции никто оттуда, в данной территории никто не поступал. Кроме того, за сутки пострадавших в данную больницу, в приемное отделение города Дербента никто не поступал. Стоит отметить, что в ходе акции в исторической джума мечети и мечети имени Мухаммада Иракского было роздано более 4 тысяч пакетов с продуктами. Многими была выражена благодарность за прошедшее благотворительное мероприятие. Спасибо Сулейману Керимову. Дай Богу ему здоровья, чтобы у него садака Аллах принял. Хочется поблагодарить Сулеймана Керимова за то, что проводит благотворительные мероприятия у нас в республике. Они остаются в стороне на призыв о помощи нашего дагестанского народа. Надеемся, что также и дальше он будет принимать самое активное участие в решении тех или иных проблем нашего населения. Организаторы акции намерены проводить подобные благотворительные мероприятия и в дальнейшем. Но вызовет ли это такой же интерес различных СМИ, не случись там подобного дербентского случая – большой вопрос.